друзья всем привет в общем пришло время разобрать мост который стоял у меня на малыше напомню на этом мосту колея было 63 сантиметра я заменил его и поставил колею 70 туда чтобы она с передней балкой была одинаковая колея вот те кто смотрел прошлые видосы помнят какой здесь на хвостовике люфт 1 полуось нарезанная другая полуось сваренная в общем какая-то беда здесь внутри произошла почему такой большой люфт масло слил и на пробке мужики но видно будет я думаю прекрасно сколько металлической стружки все это металлическая стружка плюс она вся в масле еще там вылилась вот как-то так сейчас буду выдергивать полуоси снимать редуктор и более детально рассмотрим ну скажу сразу трахторок на троечном редукторе на семисильном моторе ну как говорится скорость добавилась тяга упала в общем возможно даже двоечный редуктор посмотрю что с ним если все совсем тут печально с корпусом до дифференциал или еще там с чем главная пара будет более-менее живая я ее воткну в другой редуктор и поставлю обратно на свой трахторок так сказать уменьшим скорость увеличим тягу вот такие вот дела ладно хор и ля ля разбираю так ну мост скрыл мужики все тут оказывается замечательно вот не так печально как могло показаться на первый раз главная пара чудесно себя чувствует а вот с шестернями вот этими которые заходят полуося одна по крайней мере сейчас я буду разбирать покажу выглядит совсем печально почему объясняю две полуоси это полуось сваренная но не просто сваренная сейчас расскажу это полуось мужики нарезанная отрезал сам нарезал шлицы и вот что с ней произошло видно как крутануло шлицы от нагрузки ну потому что я как бы пытался все сломать вареную полуось либо шлицы ставил видели да спаренные колеса спаренные колеса у меня еще и 17 лошадиных сил крутила нагрузки давал сумасшедшие как с отвалом зимой так и с отвалом землю толкал вот нас парке плюс все это пахало стягалась из шпалы железобетонные помните да которая вес 270 кг волоком короче изрядно у меня этот мост поработал вот как то так в итоге что по итогу шлицы чуть провернула выработка мужики здесь вот такая но старенькая такая шестерня есть здесь шлиц внутри живой на отличный нормальный вот она сюда садится и люфта здесь мужики нет как то так вот так до сюда вот со стороны где стояла это полуось сателлит не хотели до шестерня полуоси вроде так и называют вот имеет отличный зуб живой еще зуб так сказать в общем все тут замечательно и чудесно а вот шестерня с этой стороны где стояла вареная полуось и вам еще скажу такой момент вот эта шлицевая часть она нарезана на фрезерном станке токарем мне когда-то токарь делал полуоси когда я только-только начинал собирать свой первый трактор я ему заказывал 4 полуоси он мне их изготовил поэтому здесь и такая про . и это полуось была соцельная то есть вот здесь вот эта часть еще до спила стояла здесь она была длинная вот такая полуось мне надо было изготовить две была у меня одна сломанная такая же точеная только вот эту бабушку оторвало видос есть на канале помните да первая поломка там я снимал видос вот она у меня стояла чтобы убить двух зайцев и не портить целую полуось я от этой точеной отрезаю вот эту часть поняли да лицевую здесь нарезаю шлицы так по нужными укорачиваю по нужными длине нарезаю шлицы к поломанной полуоси привариваю вот эту точеную часть вот здесь вот сварка была у меня полуавтомата мужики не было сварка была произведена обычным электродом мр по моему три других я другими я не пользуюсь вот без прогрева закалки без ничего просто сварено и вот так вот безобразно болгаркой зашлифована с такими буграми вот ему все прекрасно видно вот поэтому что также видно как провернула от нагрузки вот эту часть но не сломала и даже если взять нормальную шестерню со шлицами и сюда вот одеть то можно наблюдать вот такой вот сумасшедший люфт и вот этот люфт тупо выжрал шлицы этой шестерни сейчас я разберу покажу и скорее всего вот этот люфт на хвостовике был именно мужики из за нее из-за этой полуоси вот и все здесь все хорошо все замечательно но шлицевая часть убита напрочь так что этот редуктор сейчас у меня есть шестерочный забираю вот этот блок полностью вместе даже с подшипниками с шестерочного забираю перекручиваю эту шестерню и ставлю все на место вот такие вот дела и пойдет этот редуктор обратно у меня мужики на трактор ок ну а с этими полуосями что делать до элементарно просто вырезаю отрезаю вот идет шлицы прямо здесь и здесь здесь я делал вот такие кондуктора это флянцы без резьбы старые специально такие проверочные сделал подшипники без колец чтобы снимались у меня остались вот эти вот мужики палки вот они как лежат так и лежат и я их эти заводские шлицы сколько мне надо также отрежу и повариваю на место и эти же полуоси пойдут сюда же но уже с заводскими шлицами видно да здесь это заводская проточка и и тут буквально всегда по чуть-чуть здесь она выполнена вот именно так насчет рвет по сварке да не рвет ну видно да какие нагрузки выдерживает сворачивает тут бабушки сварка обычным даже электродом у меня по крайней мере прекрасно держит я не знаю как вы там жалуетесь на эти моменты на эти вещи также 6 здесь на такой вот проворот ну все работает нагрузки колоссальнейшие как-то так что еще хотелось бы сказать так что кто нарезает шлицы вот на станке нарезанные до не в неправильный размер грубо говоря вот здесь и как убила шестерни также кто нарезает вручную сам сами видите прекрасно что происходит от нагрузок и так что хоть вареная полуось хоть нарезанная полуось хоть и просверленная вот там от полуось на станке у токаря мы уже залазим в эту всю структуру полуось перестает работать как торсион и все это будет работать 50 на 50 все зависит от того как эксплуатировать технику вот и все так что мужики кто нарезает шлицы что нарезает шлицы хоть будь это фрезерный станок аккуратно все красиво замечательным будь то но все это вручную подгоночка и все дела ждет всех вот такая вот беда вот такая беда не с полуосью полуось она чё она будет работать пока я не свернёт вот такая беда с редуктором то есть эта стружка это выработка это стружка в подшипниках вот и все я не говорю что прям сварка лучше в общем сварка хуже как лучше и как хуже но в итоге она не лопнула но где нет цементации все это дело вот таким вот образом проворачивает так разобрал двоечный редуктор разобрал шестерочный редуктор сейчас меняю большие вот эти шестерни и местами то есть двоечную ставлю сюда прямо на этот блок и этот блок вместе с корпусами для подшипников пойдут вот сюда это соответственно меня заменю вот эту шестерню не можем вторая более-менее отлично вот эту него же заменю есть у меня шестерня еще поставлю и пойдет этот шестерочный будут еще работать и работать здесь будет совсем другая конструкция на этом мосту поэтому не валяться шему надо работать как-то так все сейчас меняю разбираю его и и вот эту шестерню точнее меняю тоже пока будет разобрана снята раз шестеренка большая удобно будет разобрать да и собираю все до кучи и более детально уже покажу что с ней произошло так друзья не редуктор двоечный собрал все тут вроде бы поджал отрегулировал люфт минимальнейший присутствует на тракторе работать будет все полностью заменил этот блок этот наверное собирать даже не буду сейчас покажу почему короче разобрал я достал шестерню по оси такое вскрытие показала еще такой момент сейчас на свет даю отчетом да и вот так забираю сами сателлиты мужики вот показываю я думаю видно сам палец сателлитов подожрало вот видимо из-за из-за той стружки которая вырабатывалась вот на этой шестерне сюда она попадала и их подожрало и они по итогу без разницы их ставят вот так хоть так теперь имеют вот такой вот офигенный люфт что одна вот что другая это уже никуда не годится то есть это уже на замену это соответственно тоже на замену сама шестерня которая работала вот здесь вот так вот вот так вот она его выжирала выбивала из-за того что не сидела более менее плотно плюс самой цементации соответственно здесь нет даже она вот здесь уже гуляет представляете да какая выработка если вот нормальная шестерня здесь сидит саду садится плотно и люфта здесь на нарезанных шлицах нет здесь вот он присутствует понятное дело так в общем этот редуктор сейчас я скидываю до кучи чтобы он был у меня как донор здесь есть нормальная главная пара шестерочная вот нормальный сам корпус вот этот неразбитый потому что попадаются мужики где-то я принес попадаются редуктора с вот такими вот разбитыми местами понятное дело что он никуда уже не годится поэтому его можно смело вот так вот сюда а этот уже будет куда-то донором допустим вот как-то так можно его конечно и собрать купить сателлиты купить палец сателлитов шестерни у меня одна есть хорошая поставить сюда да и он будет работать да но бывает попадаются еще редуктора мужики с выломанными зубами на главной паре вот как-то так так что это копеечный большая шестерня осталась целая а вот хвостовик вот этот как она ведущая вот такая вот выломанная ну лежит чисто из-за вот этой шлицевой части может куда-то пригодится вварить ее не знаю вот такие вот дела можно оставить как донора можно собрать и будет он рабочий вот как-то так не буду заморачиваться с ним сильно по большому счету видос можно на этом мужики закончить по полосям рассказал показал по нарезанным шлицам показал на этом пожалуй наверное и все сюда значит поставлю другой редуктор целый а этот просто сейчас скидаю не до него сейчас все всем пока с вами был Санек скоро думаю увидимся пока не не